Эта картина была создана в 1979 году, когда еще меня любили, когда я думал, что любовь вечна. Я любил ее как творца, как гения. До этого я ее не ценил, но когда я увидел ее картины, я ее боготворил по существу. Ну, я, как говорится, жил вот этим творчеством. Я помню, поехал в Москву, когда она переехала и организовала выставку. Это в 1990 году было. В Знаменском соборе. Вот там все кричали и вопили, и в прессе, что это ении и прочее. Ну и, короче говоря, кончилось тем, что я стал не особенно нужен. И я уехал, и на этом все кончилось, то есть без меня все заглохло. А я начал писать афоризмы. Аркадий Федорович, простите, то есть вы здесь приложили свою руку? Аркадий Федорович, простите, то есть вы здесь. Аркадий Ильич, скажите что-нибудь по поводу этой картины. Об этой картине я уже сказал, что глядя на эту картину, я вновь уничтожаю человечество, которое уничтожает свои гения, которое пытает их, третирует их, которое их ненавидит. И только после того, как они протянут ноги, начинают петь дифирамбы и желают им всех благ в жизни, именно когда протянут ноги. Кем писана эта работа? Эту картину мы рисовали в четыре руки. Она исполняет Ахартемьяна в четыре руки. Слушаю, Аркадий Филиппович, здесь звук дудука. Правда, дудук. Какой звук? Дудук – это такой изумительный инструмент, как бы он в виде дудочки, но очень-очень древний, древний-предревний. И он издает изумительно мелодичный звук. Он издает звуки дуду. И не только этого инструмента, но и скрипки, и галанчели, и гитары, и всех лучших инструментов мира. Это ансамбль. Вот недаром говорят, что в нашей живописи сконцентрирована вся мировая живопись мира. Это не мое мнение, а мнение, так сказать, просвещенной части народа. А более того, что в этой живописи сконцентрированы все науки, все действия. Ваши, типа, с золотых? Да. Это и история, и литература, и музыка, и танцы, и все. Ну и жив. Если бы человечество уважало себя, оно стало бы накладением перед ее шедевром. Аркадий Филиппович. Вот эти разные, эти Голубковы, или как это, Шиловы, и нечистые. У них в музее есть персональные в Москве. Возуновы и прочие. Я бы им даже не разрешил встать на колени перед ее картинами, если бы они воскресли, а он еще жив. Но как человек искусства, он уже похоронен еще до своего родителя. И я бы хотел взять, допустим, десять картин ее и десять лучших картин мира за всю историю человечества. И выставить их, и пусть народ, просвещенный народ, понимающий искусство, решит, кто же сильнее. Вот три гениальных художника, Валентина Золотых, Анюта Золотых и Аркадий Золотых. Или все художники. Да, Аркадий Давидович. Или все художники мира. Леонардо да Винчи там, Декассо и прочие, как сказать, доты авторитетные. Ну, по сравнению, с этим картин. Все художники. Субтитры создавал DimaTorzok